Зарплаты, рабочие места, достойный труд. Такими были лозунги 1 мая в Иванове в 2017 году. Праздничное мероприятие в честь Дня весны открыл митинг-концерт на площади Пушкина. 1 мая это прежде всего праздник труда. И в этот день мы чествуем человека труда. Мы помним сегодня все многие тысячи ветеранов, которые закладывали сегодняшнее Иваново. Сегодня наше особое внимание и поздравление тем, кто сегодня стоит у руля важных дел. Даже в праздник со сцены звучали речи о проблемах региона. Зарплаты в Ивановской области ниже, чем в других объектах ЦФО. Безработица, частые нарушения трудовых отношений. В общем-то гордиться нечем. Отсюда требования к властям от представителей профсоюзов. Сегодня главные трудовые проблемы это завод автокранов, это завод строммашина, это сохранение санатория Станка, это вот глобальный, ну и птица, фабрика Горина. То есть мы профсоюза говорим, сохранить, помоги власть сохранить эти рабочие места. Старшее поколение в праздник вспоминает многотысячные демонстрации прошлых лет. В этом году на площади Пушкина народу кратно меньше. Молодежь радуется погоде, и во взрослые трудовые проблемы и ностальгические волнения пока стараются не вникать. Волгогом имеет место быть, потому что все-таки 1 мая – это день труда. И тут имеет место быть, говорить о зарплатах, о работе и так далее. Знаете ли вы, какие зарплаты у вас? Нет, приблизительно. В этот день, в 1886 году, рабочие организовали первую забастовку на американском заводе в Чикаго. Они выдвигали требования о 8-часовом рабочем дне. 131 год спустя в Иванове рабочие тоже требуют, но уже зарплат пропорциональных трудозатратам. Я как доцент получаю около 19 тысяч. Ну как вы думаете, это достойная зарплата или нет? Ну это лучше, чем 7 минимальная, да? Ну вот мои лаборанты на кафедре получают минимальную 7 тысяч. Это надо заплатить и за квартиру, и чтобы хватило на жизнь, и на детей. Конечно, я считаю, что зарплаты должны быть выше, чтобы жить достойно в достойной стране. Правда мира, который диктует классический первомайский лозунг, в этом году не получилось. На площади Пушкина с флагами и транспарантами выступили только представители партии власти и активисты городских профсоюзов. Коммунисты и либерал-демократы к праздничному митингу не присоединились. Анатолий Логинов, Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.